Исторические диалоги Мы хотели услышать от вас некий монолог, чтобы мы сориентировались и вы дали нам координат. А что вы в этом времени считаете мифологическим субстратом? Чем-то, что действительно связано с мифологизацией власти, с мифологизацией практик управления? Мне представляется, что практики управления как раз то, что мифологизация может быть и подлежит, но во вторую очередь. А вот проблема власти, да, конечно, она подлежит мифологизации и, собственно, на основе мифа и строится. Ведь есть два совершенно как будто бы разных субстрата. На самом деле, конечно, они пересекаются. Управление и власть. Управление определяется, прежде всего, возможность эффективно решать вопросы, которые стоят перед властью. А власть стоит перед другой задачей. Она должна убедить в том, что она является властью. Убедить себя, убедить окружающих. И она убеждать будет через миф. Она должна создать тот миф, который будет, во-первых, воспринят публикой, а главным будет убедительным даже для самой власти, что еще и важно. Вот главный миф, который имел место в 19-м, начале 20-го века, это миф о самодержавии. Вот мне представляется, что это как раз тот миф, вокруг которого, собственно говоря, власть и строилась. Почему у власти тот или иной человек? Ну, потому что так вот было завещано сначала Семским собором, Господом Богом, традицией, историей. Но в любом случае, именно потому что самодержавец, отец был самодержавец, дед был самодержавец, он является как раз источником власти. Это не значит, что на самом деле на практике это было так. Это не значит, что на самом деле технология управления соответствовала ту мифу. На самом деле на практике как раз получается обратное. Мы видим с вами минимизацию функции императорской власти на протяжении всего 19-го века. До такой степени, что уже к концу 19-го века уже можно было усомниться в том, что кто принимает решение – император или та сложная бюрократическая машина, которая уже складывается и сложилась к концу 19-го века. В этом смысле, может быть, даже я бы построил такой вопрос, мне не кажется, что в этом что-то такое новаторское, оригинальное, но тем не менее, мне представляется, что это постановка вопроса оправдана. Вот, скажем, в Петровскую эпоху, когда в распоряжении Петра I был ничтожен бюрократический аппарат, это где-то 7 тысяч человек на всю страну, у него личной власти, самодержавной власти было существенно больше, чем это будет, скажем, в царстве Николая I, где количество чиновников увеличится более чем 10 раз по сравнению с началом 18-го столетия. А вместе с тем функций императорской власти, собственных возможностей, именно самодержавной власти, станет существенно меньше. И эта тенденция, она будет продолжена. Вот мне кажется, что вот этот коренной миф, он как раз и важен. Но он важен почему? Важен не только потому, что так это представляли себе сами императоры, а действительно, ведь не случайно же Николай II записал в переписном листе, что он хозяин земли русского, ведь так думал. Но еще даже важнее, что так видится это и многим сейчас. И политическая история начала 20-го века, да и конца 19-го, вообще всего 19-го века, считывается как историю самодержавцев. Собственно говоря, мы ее и хронологизируем очень часто под царствами, под периодом правления. И в этом смысле мы не будем совершенно оригинальны. Вот у Сергея Михайловича Соловьева, его воспоминаниях, есть такая очень, я часто привожу эту историю, она, по-моему, самая по себе забавная, показательная. У него есть рассказ о том, как он беседует с Хомяковым в самом скором времени после кончины Николая I. И Алексей Степанович Хомяков рассказывает, какой будет замечательный новый император. Почему? А очень просто, почему? Потому что вот, и дальше начинает Хомяков тянуть историю с Петра I. У него шла русская история, это чередование добрых правителей и дурных правителей. Вот Петр I хороший правитель, потом почему-то Екатерина I дурная, потом Петр II почему-то опять же хороший, почему-то очень сложно объяснить, и так далее. И так он доводит до Николая I, который был дурным правителем, по мнению Хомякова, а вот следующий, Александр II, безусловно, будет добрым правителем. Но на самом деле, вот эта, кажется, такая нехитрая историософия, она действительно была крепко сидела в головах, и у тех, кто на самом деле даже представлял собой и оппозицию российскую. К концу 19-го века не случайно были ожидания, что произойдет смена курса с началом царства Николая II. Она именно на этом и строила. И, кстати, по большому счету, она бытует в современной историографии. И в этом смысле современная историография, она, так скажем так, скрытно-монархическая. То есть она выстраивается вокруг этого именно монархического мифа. Как бы по умолчанию продозумевая, что все решал император, все зависело от его настроения, от его психологического склада, от того, с кем он общался. Все это, и вот надо иметь в виду, конечно, нельзя в таком полемическом пылу говорить, что это все не так, это все неправда. Но это все намного более сложно, с одной стороны, а с другой стороны, это намного все более интересно, чем это представляется, исходя из такого сугубо мифологического взгляда. Вот такая вот постановочная наука. Но у вас, оказывается, сложившиеся привычки и наследие какое-то нибудь и есть миф. В этом случае миф не нужно оформлять идейно, его не надо представлять идеологически, объяснять как некоторую рациональную складку или рациональный мотив системы. В этой вашей системе координат, видимо, сказы о власти и миф не одно и то же, но тем более миф и некое рациональное обоснование системы не должно быть одним и тем же. Все-таки вы проводите различия между тем, что говорит Хомяков и ему подобное, вот эти еще и давания хороших и плохих, это же фактически некие анекдоты, каламборы, сказы, привычки и все что угодно. Но никак не рациональная основа того, что есть ограниченная или неограниченная монархия. И вот в том-то и дело, что на самом деле в рамках того мифа, который был, монархия была, безусловно, неограниченная. Да, конечно. Вот интересно, каков рациональный мотив обоснования неограниченности монархии, если мы уходим от подобных рассказов, от сказаний о власти. То есть рациональное обоснование неограниченная власть. Ну, потому что знакеряк, вот этого нужно уже было именно оно. Два момента. Мне кажется, рационально нужно обосновывать ограниченность монархии, а ее неограниченность как бы следует самого понятия монархии. Вы знаете, это и правильно. Вы правы, правы, правы. Тут в чем проблема? Действительно, если мы идем таким иннационным путем, то ничего не нужно обосновывать. Все как есть, так и есть, все замечательно. Но когда ситуация подглядывается в положении такой турбулентности, то нужно обосновывать существующий порядок вещей. И он, естественно, по логике должен быть действительно рациональным. Это право. В этом смысле действительно во второй уже половине XIX века появляются такие рациональные модели. Я о них скажу. Но я просто хочу оттенить один важный момент. Есть рациональные обоснования самодержавия, именно неограниченные власти самодержица, при том, что на самом деле это самодержавие по факту было ограничено. То есть, по большому счету, самодержавие в том виде, в котором его рационально обосновали, его не было. Да, собственно говоря, те, кто его обосновали, они сами, в общем, давали себе в этом отчет. Конечно же, вот обоснование этого, оно приходит из слонафильской и неослонафильской целью. В чем была идея? Она, в общем, на самом деле довольно-таки нехитрая и понятная. Конечно, четко поводил смысл о том, что самодержавие – это не абсолютизм. Потому что абсолютизм европейский – это как раз механизм подавления человеческой воли. Это то, что выстраивается на основе этого коллектива, у которого так или иначе выделяется такой лидер, который обладает возможностью, механическими возможностями устанавливать свое господство. А русское самодержавие, оно остро основывается не на коллективе, а на соборном единстве, которое предполагает гармонию всех во имя общего интереса. И что тут на самом деле важно? Что, во-первых, это самодержавие само по себе ограничено внутренним своему пониманию, своей сопричастностью ко всем. Будучи частью этого соборного единства, оно не может его подавлять, уничтожать, оскорблять, унижать. И поэтому, это на самом деле такая школьная вещь, она довольно банально, тем не поговорить стоит. И поэтому нужно четко размежевывать то, что является сферой прерогативы власти, а то, что относится к так называемой земле. И поэтому сфера общественной активности, то, что где строить дороги, школы, больницы, что учить в этих школах, сфера, конечно, периодической печати, то есть свобода слова, все это не является сферой компетенции власти. Она в это вмешиваться не может и никак не должна. Зато есть, напротив, финансы, внешняя политика, военное дело, этим будет заниматься как раз власть правительства, самодержание. Но, самодержание, ведь что, в чем, вот тут, это как раз рациональный момент, очень любопытный. В чем коренное преимущество самодержится перед, скажем, депутатом какого-нибудь европейского парламента, или министром? Ведь на самом деле очень много разных текстов, или президента, много разных текстов, ну, тогда президентская власть для Европы, это, в общем, не вещь так экзотического, в этом смысле. Ну, только такими короткими периодами, то, которые потом вырождаются в империю. А вот как раз, если мы берем, ну, если мы берем третью республику, естественно, вот, где-то там, 71-го года. Но, что любопытно, что, конечно же, мы найдем очень много текстов критических в отношении к европейским реалиям. Один из самых ярких из них, конечно, это Победоносцы, он, конечно, одними словнофил. Но, в данном случае, он говорит то, что, о чем словнофилы бы, безусловно, согласились бы и отписались. Это вот великая ложь наша жизнь. То есть, парламент лжив, потому что, как будто бы он должен представлять нацию, он представляет не нацию, он представляет отдельных депутатов. Их частный интерес. И вот, а чем лучше император вот этих министров, депутатов или, предположим, даже президентов? А лучше он тем, что на самом деле у императора, государя-самодержца всероссийского, никаких частных интересов нет. По определению. Потому что у него все есть от рождения. У него есть неограниченная власть, у него есть неограниченные богатства и самые разные возможности. Он ни в чем, по большому счету, не нуждается. А если ни в чем, по большому счету, не нуждается, значит, он ничего не хочет. И у него есть единственное, по-настоящему, серьезное желание. Это сделать благо своему народу. Ну, самым бедным, сильным, убогим, потому что подобно отцу, он, конечно, прежде всего не хвалится. Вполне рационально. Более того, он же, хоть желая делать благо своему народу, он хочет знать, что этот народ желает. Поэтому, как раз и нужна свобода слова, рассуждает Солонофилов. И очень жаль, что ее чиновники, которые искажают подлинное сомнержавие, они ее подавляют. Потому что они не дают император услышать то, что желает народ. Ну, и в конце концов, можно возродить институт земских соборов. К этому у Солонофилов было такое сложное, неоднозначное отношение. Но в основе своя не к этой позиции придерживались. И вот тут замечательная логика, которая совсем не славянная, то есть она вполне славянофильская, но она совсем не юридическая. И если не вникнуть в саму природу славянофильского мышления, то понятие довольно-таки трудное. Вот собирается земский собор, принимает некое решение. Он безусловно учреждение, законосвещательный. Он ничего не имеет, не может приказывать императору. И дальше это решение приходит к царю. Как должен себя вести царь? Теоретически он может сделать с этим решением все что угодно. Но на практике он не то что обязан, он в любом случае примет это решение. Потому что узнав волю народа, у него ничего не останется другого, как согласиться с ней. Не потому что он должен, а потому что он хочет. Поэтому Дмитрий Николаевич Шипов, в общем представитель такого позднего славянофильства, а потом впоследствии и член Совета Союза в октябре, говорил, что есть такая страна в мире, где на самом деле реализован славянофильский идеал власти. Это, естественно, не Россия, отнюдь. Это, как мне покажется странным, Великобритания. Вот в Англии утвердился славянофильский идеал. Там не отписанная конституция. Там довольно скромная с формальной точки зрения полномочия парламента. Наоборот, очень пространная полномочия у монарха. Тем не менее, на практике этого нет, потому что есть традиция, договоренность и взаимное согласие разных сторон участников этого политического процесса. И в данном случае, потому что поразительно, что вот этот, ну, в чем-то, можно сказать, даже отчасти рациональная модель обоснования самодержавия, она в полной мере сходится с представлениями конституционалистов, то есть в самом времени, которые тоже видели в значительной своей части идеалом именно то, что будет происходить в Великобритании. И пытались это каким-то образом потом воссоздать по возможности в России. И еще очень тоже важный момент, опять же, к рациональному обоснованию самодержавия. В чем главный плюс самодержавия, по-моему, все прочее. А в том, что он дарует человеку, поданному российскому императору, подлинную свободу. Это свобода от того, чтобы думать о политике. Ведь на самом деле, это очень сложно и мучительно рассуждать постоянно о том, какие там налоги должны быть, какая тарифная политика. Почему человек обыденный должен думать? Он должен думать о важном, о душе, о литературе, о сущностных вещах. Таким образом государство на самом деле дает человеку подлинную свободу, лишая его свободы, как любили говорить Станфилы, внешней. Есть внешняя свобода, есть внутренняя. Внутри, конечно, понятное дело, важны. А император, получается, он как бы в плане внутренней свободы, он такой всеобщее слуга народа, да? Да, он человек, который несчастный, который возложено все это. Абсолютно. Я сейчас как-то представлял вас вначале, запнулся, потому что после того, как я произнес слово «миф», передо мной вдруг предстало такое видение Распутина с горящими глазами. И я должен был подождать, выждать немножко, чтобы он вот здесь развеялся. И он не просто так передо мной предстал. Он, если Распутин, это символ, мне кажется, очень важной проблемы, связанной с этим мифом. Это миф о повреждении монархии. Монархия испортилась. Она уже не работает, так как она, так сказать, была учреждена, то ли потому, что монарх неподходящий, то ли потому, что пришли другие времена, последние времена. И если я правильно понимаю, в начале века Распутин становится зримым воплощением того, как может происходить такая коррупция в монархии, ее превращение во что-то иное. Как быть монархисту, который наблюдает такие зримые проявления недоброкачественности в монархии, и не может на это повлиять, но должен как-то осмыслить происходящее. Если я сейчас правильно припоминаю, вот Лев Тихомиров, например, был таким критиком справа. Он критиковал монархию за недостаточность воплощения монархического идеала, неполноту. И из-за того, что она уходит от этого идеала дальше и дальше из-за капризов отдельных лиц. В этом смысле вы абсолютно правы, что действительно критиков справа было, наверное, меньше, чем слева. Но тоже довольно-таки много. То есть я бы даже более того сказал, мне так сложно вспомнить какого-нибудь видного общественного политического деятеля не на государственной службе, а именно занимающего какую-то общественную позицию, который бы не критиковал по тем или иным причинам тот режим, который сложился. Леонтьев. Ну, понимаете, чем я? У Леонтьева все-таки позиция немножко другая. Он как бы вне политики. Поэтому он на политическую конъюнктуру непосредственно не откликается. Это раз. Во-вторых, он все-таки существует в такой ситуации, где все, что он думает, сказать в прессе прямо тут же нельзя. А вот после пятого года можно все, что хотите. Такое свободное слово, как оно будет от 6 по 14 год в России, наверное, не будет никогда. То есть действительно правильно высказаться о чем угодно, в том числе о судьбе государя-императора на страницах официальной столичной печати. И мы с вами видим, что на самом деле люди, занимающие крайнюю позицию, он скажет Владимир Петрович Пуришкевич, он выступает критиком существующего режима. Ну, конечно, он будет критиковать справа. Но, правда, в Доме они любили шутить, что если он особо активно критикует правительство, это по двум причинам. Либо ему совсем недавно заплатили из Министерства внутренних дел, поэтому он свободен, можно говорить все, что хочет. Либо он ему давно не платили, он намекает, что в общем, пора уже рассчитываться. Но, тем не менее, он себе позволял все, что угодно, ровно как и другие лидеры, там Николай Евгеньевич Марков, там Андрей Сергеевич Визигин, там много таких было. То есть на самом деле самодержавие, как реальное ее воплощение, естественно, как реальная практика, она не устраивала представителей права монархических кругов. В общем, они сходили из такой, я бы сказал, все-таки из такой классической славофильской позиции. Не реализован в полном смысле или искажено подлинное самодержавие. Мысль об искажении самодержавия, ведь на самом деле она будет и в славофильстве заложена, собственно говоря, это хорошо известная вещь. То есть самодержавие, оно утрачено. Ну, вот, может быть, с петровских времен, может быть, чуть позже, не важно. Это одна вещь. Другая история с Распутиным. Ну, Распутин сам по себе – это миф. Потому что, когда мы с вами говорим о Распутине, надо понимать, что на самом деле таких Распутинах в конце царствами было довольно много. Это кружок Штюрми, кружок Бордукова, кружок Римского-Укорского. Это такие маленькие разные Распутины. Просто Распутин был очень яркий. Просто Распутин действительно шокировал тогдашнюю публику. Распутин – мужик в окружении царя, причем который отличается весьма своеобразным поведением, о котором пишут в газетах. Естественно, это способствует дискредитации образа монаха. Но это как раз к вопросу действительно о мифе. Потому что, если мы учитываем реальную практику управления, здесь удельный вес Распутина будет не так велик. Он будет скорее признаком болезни, симптомом этого заболевания, а не самым ярким его проявлением. Как вообще существует монархия такое количество лет перед лицом катастрофы? Ведь и правые, и левые круги, все они говорят, что катастрофа при дверях, катастрофа грозит, катастрофа стучится в дверь. Пришли последние времена. Ну, не то, чтобы пришли последние времена. На всяком случае, нас ждет тревожное и такое достаточно глобальное потрясение. Об этом пишет Елизавета Федоровна в письмах Николаеву непосредственно после декабрьского убийства 16-го года. И, я думаю, Николай Николаевич об этом не раз высказывается. В общем, великий князь. В общем, каким образом, как вам кажется, это влияет на политические практики, на политическое планирование, на представление о будущем режима? Тут есть и некоторые проблемы. Потому что, да, мы знаем, что действительно в 16-м году, в конце 16-го года настроение и в ближайшем окружении императора было сугубо пенсимистически. Правда, это ими не касалось, надо сказать, что Густар император. В общем, намного смотрел спокойно весьма. И когда ему спрашивали некоторые из ближайшего окружения, вот как-то так, что вы думаете о будущем, он говорит, я вообще предпочитаю не задумываться о том, что происходит. Потому что если задумался, то сошел бы с ума. Вот такой взгляд, такая позиция, которая обеспечила ему как раз жизненное спокойствие, внутренний такой оптимизм, уверенность в будущем. Но надо сказать вот еще о чем. Да, такие настроения были. Но такие настроения в Российской империи происходили, случались довольно-таки часто. Посмотрите, скажем, ну такой хорошо известный, давно опубликованный источник, как дневники Петра Александровича Валуева. Это 60-е, 70-е годы 19-го столетия. Вот Валуев живет в ощущении скорой катастрофы. Катастрофа, Россия распадается на части, скоро будет интервенция, на нас нападут, мы находим нас на грани финансового кризиса. То есть все плохо, все ужасно, но мы как-то знаем, что может быть и там в Сербии были действительно серьезные проблемы, но катастрофа как таковой по большому счету не произошла. То есть вот очень сложное образование, которое действительно раздирали внутренние конфликты, которые сложно было управлять и в условиях весьма стабильных, а тем более сложно было управлять в условиях войны, а тем более войны совершенно нового типа, она, конечно, вот эта империя, она находится в состоянии такой перманентной турбулентности. Сложности идут одна за другой. И в этом смысле ощущение катастрофы, она присутствует не то что постоянно, но очень часто в умах многих. И вот в этой связи я поставил вопрос иной. когда у нас говорят очень часто о том, что действительно вот эта политическая система, политический режим, представлявшие его чиновники, они в итоге стали фактором разрушения и системы, и страны в целом. И с этим, конечно, можно отчасти согласиться, но с другой стороны можно посмотреть на все это с другой стороны. А как так получилось, что эта система так долго существовала? В этом режиме. Да, в этом режиме. Может быть, в этом его и эффективность своего рода, что действительно, имея в виду и внутренние сложности, и проблемы с недоуправляемостью, отсутствием вообще необходимых кадров, постоянное отсутствие средств, отсутствие людей, в конце концов, и при этом огромные внешнеполитические амбиции, несмотря на это, система продолжается, что так и даже будет развиваться в разных направлениях. Это у нас, на самом деле, об этом удивительно. Да, почему в таком случае, когда и так все сложно, именно идеология вот этой катастрофы, такого приближающегося апокалипсиса становится чуть ли не одним из основных механизмов внутренней мобилизации самодержавной идеи и Российской империи? Вы знаете, я об этом никогда не задумался, но, на самом деле, вы правы, это интересно, потому что получается, что вот это представление о том, что система очень зыбкая, и что почва, она на самом деле ненадежна, она заставляет так или иначе мобилизовывать, ну, по крайней мере, ресурсы всего общества, но той бюрократической элиты, которая понимает, что если вот не существующая система, то катастрофа. Это, кстати, образ, он будет очень многих, отнюдь не только вот тому валу. Например, там, Борис Николаевич Чичевин, почему он говорит о том, либерал, конституционалист, выдающийся правед, историк и так далее, можно много чего о нем говорить хорошего, но при этом этот либерал будет, безусловно, противником, ну, до определенного момента, вообще какого-либо в России представительного строя. Почему? Потому что представительный строй в России, это значит, что вы отдаете в России на откуп избирателям. А есть ли в России избиратель? С точки зрения Чичевин нет. Более того, получается, что на самом деле в России оказывается с точки зрения Чичевин две силы. Это власть самодержавная и Охлос, вот такая неорканизованная толпа. И между ними такое общество, которое, конечно, не является самостоятельной силой. Оно маленькое, дохлое, оно само по себе ничего не представляет. И если вы уничтожаете власть, то вы на самом деле создаете условия для торжества толпы. И вот это общество, оно будет уничтожено. В раз. А если же вы гарантируете считывание власти, то эта власть может действительно создать более-менее приемлемые условия жизни для этого общества. Она будет постеренно развиваться, решаться. И потом его станет так много, что уже тогда можно будет задуматься о возможности в России парламента. Конституции. Но этот парламент будет, конечно, не демократический, потому что Чичерин жесткий против демократии. Он будет формироваться из крупных землевладельцев. Это наиболее надежная социальная группа. Так и зашедает либерал Чичерин. Но консерватор победоносцев будет рассуждать, в общем-то, примерно схожим образом. Он будет говорить о том, что в России это снежная пустыня, а по ней бежит лихой человек. А управляться с этой ситуацией можно лишь одним образом, по помощью жесткой власти. Но победоносцев, в отличие от Чичерина, пессимист. Если Чичерин еще видит какие-то перспективы в будущем, то победоносцев видит одну перспективу. Революцию. Вот как это не покажется в стране, консерватор победоносцев убежден, что революция в России совершенно неизбежна. А что делать в такой ситуации, чтобы эта революция не случилась? Главное, ничего не делать. Потому что, если вы что-то будете делать, вы только будете ускорять процесс. А лучше, задача максимум, оттянуть это. То есть, получается, что на самом деле этот апокалиптический образ будущего, он был картин для очень многих. И справа, и слева, и здесь, на самом деле, в каком-то смысле был консенсус. Ну, как же оказывается, что консерваторы, я вот оговорилась, вместо Шульгина назвала Маклакова, не счастлив. Нет, я подумал, что он не сбил Николая Алексеевича Маклакова. Ну, тем не менее, люди вроде Шульгина, Пуришкевича или той же самой, ну и помянутой, Елизавета Федоровна, которая пишет, посылает, телеграфирует Феликсу поздравления относительно убийства Распутина, оказываются более радикальными, чем либералы. Вот в этой сетке координат, которую мы сейчас обсуждаем, катастрофа, с одной стороны, а с другой стороны, инициатива тех самых подданных, которые должны бы выказывать в этой ситуации большую лояльность. Да, это действительно примечательный факт, потому что это на самом деле видно даже по позиции многих в Думе в прогрессивном блоке, потому что кадеты, они будут бояться революции. Вот это, причем важно, это не то, чтобы это вечно какая-то аксиома, что российские либералы, они не хотят революции, они хотят только революции, это не соответствует действительности, потому что российские либералы в пятом-шестом году были сторонниками революции. Особой революции у них особое было понимать, другой, чем у там социал-демократов или ОСАРов, но тем не менее, они, слово революция не боялись, никакой энергии оно не вызывало. А в пятнадцатом-шестнадцатом году они будут уже относиться к не совсем иначе, намного осторожнее. И Милюков будет говорить так, в публичном заседании в Красный Думе, лучшее поражение, чем революция. Вот позиция кадетов официально заявлена, и она по переписке депутатов, это вполне прослеживается. То есть это не просто такая слова на публику, это то, что действительно, в данном случае, общественно-политические деятели думали. А вот зато среди националистов в некоторых правах, в том числе и Шулькин к ним относится, и Совет к ним относятся, будут такие разговоры, что да, надо подумать о радикальном вопросе, о политическом решении. Почему так? Так, все-таки мне тут как бы сложно сказать однозначно, мне представляется то, что кадеты, прежде всего в лице своего лидера Милюкова, они себя пытались видеть в качестве реальных политиков. То есть им казалось, что нужно быть нарочито прагматичными. И вот эта прагматика, она предполагает, что вы должны принимать решения, которые соответствуют логике тех, кто завтра окажутся у власти. То есть они себя видели, они приучали себя видеть уже членами правительства, во главе правительства, которым придется управляться со стихией. То есть они пытались вести себя ответственно. А у Шульгина и Савенко такой задачи не было. Они в этом смысле были намного свободнее. Как ты, один из, сейчас надо припомнить, один из октябристов, Линдеман, по-моему, если не ошибаюсь, как раз в переписке с Гучковым как-то он сказал, что я понимаю, что вы завидуете Порюшкевичем, может себе позволить все что угодно. Но там причем несколько таких нелестных эпитетов по отношению Порюшкевича, при этом написал, которых я воспроизводить не буду. Но этот может сделать все, что угодно, а вы, будучи ответственным политиком, конечно, себе такого позволить не можете. Но на самом деле у Милюкова или у людей из его окружения думаю, что логика была примерно та же. Очень странная получается ситуация, что если человек начинает себя мыслить в категориях рационального, травматического политика, то он, получается, автоматически выбирает путь некой прокрастинации, вкладывания на потом каких-то принципиально важных задач и решения текущей поездки. И наоборот, люди, которые начинают разделять именно иррациональные аспекты той идеологии, о которой мы говорим, те могут себе позволить сколь угодно большую радикальность, что угодно высказывать, призывать к различным сломам и так далее. Почему вообще возникает такая конструкция? Что позволяет... Здесь даже, может быть, два вопроса. Первый. Что вообще позволяет возникнуть такой странной конструкции, где все стороны играют несвойственные роли? И второе, почему в конечном счете именно иррациональная составляющая имперского самодержавного мифа оказалась более, ну не скажу, что продуктивной, но более притягательной. Настолько, что даже разговор начали с того, что до сих пор историография находится в латентно-монархической позиции. Так. Ну, на самом деле, вы задали не два вопроса, но их очень много. Я даже не знаю, к какому из них подойти. Два почка вопросов. Да, нет, там и больше. Но, во-первых, надо иметь в виду, что после... Мне кажется, что-то на какие-то вопросы не отвечают. А вообще, в пятом-шестом году, конечно, произошло некий слома. И сам по себе этот миф, он был подвешен серьезной коррозии. То есть, нельзя сказать, что в этом смысле ситуация там в восьмом-десятом году была точно такая же, как там, не знаю, в втором, третьем, четвертом. Хотя, надо сказать, что в голове императора, судя по всему, такое представление периодически возникало. Что если уж что-то изменилось, то если это изменилось, то можно и желательно было бы вернуться назад. Это раз. То есть, ситуация не стояла на месте, на самом деле. В 16-15 году представление о Смиржаге было другим. Раз. Во-вторых, все же даже те, кто призывали, к некоторой осторожности, все же те, которые исходили из того, что революция, это в данном случае, наверное, исход нежелательный, при этом они шли на политическую эскалацию. Шли на политическую эскалацию не потому, что они этого хотели, а потому что, в общем, они иного для себя сценария, как такового, не видели. Вот это поразительная вещь. То есть, вот те же самые кадеты, при том, что они говорят, что революция, это на самом деле для России будет злом, что лучше этого избежать, что мы не будем идти по пути прямого столкновения. На самом деле, они по факту, это столкновения провоцированы. Не желая того, это очень важно иметь в виду, не то, что они вот намерены играют на эскалацию, они вынуждены идут по этому пути. Ровно так же, как, сейчас скажу, ровно так же, как это и идут представители самого правительства. Ведь нельзя сказать, что в правительстве сидят тут какие-то принципиальные противники, судовая государственная дума, они ненавидят представительную власть как таковую, и они вот хотят, чтобы эти все депутаты, они вот испарились желательно, как-то быстро и сразу. Нет, отнюдь. Мы, наоборот, видим, что на самом деле, сам ПГСИН-Блок создается по инициативе министра, главного управляющего Семьи Стольцовым пределем Кривошейн. Он принимает в этом самое активное участие. Потом, в августе 2015 года, когда СССР и ПГСИН-Блок с ним непосредственно ведут контакты, многие министры, включая того же Кривошейн и не только его, там Хвостов, который был одиознейший министр внутренних дел, демонстрирует свою лояльность по отношению к депутатскому корпусу. И точно так же себя будут вести все примеры министра России, начиная с второго пришествия Горемыкина. Они будут каждый день, когда будут только назначены, сразу же поедут в Государственную Думу, в кабинет председателя Думы, показать то, что они готовы к сотрудничеству. Это очень важный шаг, обращаю ваше внимание. Потому что, когда, скажем, будет выбран Муромцев председателем Думы, он будет думать, должен он идти к тогдашнему председателю Совета Министрову Горемыкину или не должен. И он понимает для себя, что не имеет права, потому что он второе лицо в государстве, пусть Горемыкин как-нибудь едет. Ну, Горемыкин, кстати, не поехал тогда. Потом такая же будет история, когда выберет Головина, уже, примерно, не со Столыпином. И он тоже не поедет за Столыпином, именно исходя из этих соображений. А Гучков, когда выберут его уже председателем, Мехомяков для него, естественно, они будут уже ездить к Столыпину, демонстрируя таким образом, что они все же, именно они являются стороной, ну, не то что подчиненной, но вторичной в значительной мере по отношению к правительству. А вот уже с Горемыкина ситуация изменит. Он поедет дома, Штюрмая поедет дома, Трепов поедет, Галицын. То есть, уже Галицын не успели. То есть, та же самая новая сложится модель, сходящая со Совета Министров. Ну, тут можно много приводить примеров, самих по себе очень интересно. Но проблема в чем? Проблема в том, что у них была разная повестка дня. Совет Министров, как институт, начиная где-то с 2012 года, очень быстро деградировал, утрачил всякую субъектность. Это было связано с многими причинами. Некоторые были заложены в самом институте управления, многое было связано с тем, что фигура Столыпина в свое время безумно раздражала Николая II, ну, прямо об этом заявил Коковцов. И, в общем, Коковцов пытался этого уже, никаких ошибок столыперских не совершать, не заслонять с собой императора, как было сказано ему со стороны Александра Федоровна. Плюс при этом появятся партии внутри правительства, они будут очень сильные, они будут раздирать постоянно правительство как единое целое. То есть, от единого правительства не останется следа. И это все значит, что центр власти перетягивается и опять вновь к императору. Ну, понятное дело, не к императору, он не может технологически это решать, а к разным, уже теневым механизмам влияния принятия решений. Отсюда как раз то, что в астрографии называется распученщиной. О чем я уже сказал, это не один распутин, много маленьких распутиных, которые как-то пытаются влиять, урывать свой кусочек у власти. Ну, какую-то, чаще всего, личную преференцию. Они ведь волнуются там не о судьбах Отечества, они чаще всего интересуют какой-то их корыстный частный интерес. И это очень важно, что они разрушают публичное пространство политики. То есть в действительности сфера публичности, она очень скукоживается. Что из этого вытекает? Из этого вытекает то, что на самом деле, и это можно проследить по многим параметрам, я сейчас не буду это делать, Совет Министров на самом деле становится техническим учреждением. И несмотря на то, что министр готовы говорить с депутатами о чем угодно, а имеют право не говорить, в вопросах сугубо вторичного свойства. А в это же время в Думе происходит возникновение уже полноценного большинства. Большинства, которого никогда не было. Его не будет ни в Первой Думе, ни в Второй, ни в Третьей. И вот теперь в Четвертой Думе впервые это большинство сложилось, и оно сугубо оппозиционно по отношению к действующей власти. То есть тут уже у Думы появляется политическое лицо, а соответствуются политические требования, попытка политического диалога, а министр они к этому диалогу просто не готовы, не о чем говорить с Думой. И вот возникает неизбежное столкновение. Ну плюс еще, конечно, фигуры появляются очень специфически, вроде того же Штюрма или Пахтопопова под конец уже. Это вот такая вообще комическая во многом фигура. Но, тем не менее, сама по себе природа этого кризиса, мне представляется, она институциональна, а не личная. И вот это толкает к эскалации, толкает конфликт. И в итоге получается, что стороны сталкиваются лбами, при том, что они, в общем, как будто бы готовы к диалогу. Вот я ответил еще на какой-то вопрос ваш, но явно намного не ответил. Теперь по поводу, почему миф о самодержаве, он настолько привлекательен. Он привлекательен не представляется в том числе и потому, что вообще власть очень легко и просто персонифицировать. Своей к какому-то, ни к институту, ни к практике, а к конкретному человеку. Вот все решает он. Он ответственен, он виноват, он принял решение, у него было плохое настроение, поэтому так и получилось. Он умный, поэтому все идет замечательно, он глупый, поэтому все провалится. На самом деле и в любом, даже детском сознании присутствуют эти представления о монархе, о царе, о правителе. Это всегда интересно здесь. Вот это, оно действительно восприятие мифологической власти. Оно даже в республиканских обществах имеет некоторую такую монархическую подоплеку. Собственно, я помню, когда, скажем, создавалась американская конституция, ведь тоже подумали о том, чтобы эта американская конституция имела бы с собой под президентским властью некую аналог именно монархической власти. А когда, скажем, не знаю, там Деголь готовил под себя конституцию Пятой Республики, то там ведь не случайно 7 лет было предложено президенту, потому что 7 плюс 7 – это 14, а 14 лет – это средний срок правления французских монахов на протяжении всей истории. То есть вот посчитали, что вот и французский президент должен примерно столько же оказывать оставаться в власть. То есть вот этот монархический миф, он на самом деле очень живучий. Отнюдь не только в России, не представляю себе. Почему? Ведь это же не просто монархический миф, да? Это вот самая, не знаю, самая наивная, что ли, составляющая монархического мифа, которая оказывается в то же время самой живучей. До возникновения критики в ее адрес. Это, в общем, ну как-то объяснило. После возникновения критики, когда она должна рационализировать, концептуализировать себя, тем не менее все рационализации отпадают. В тех же республиканских обществах этот миф присутствует, но он на глубокой периферии. Допустим, те же отцы-основатели скорее носили его к тому самому оклусу. Его нужно не допустить в публичное поле политики, наоборот, нужно выстроить сложные выборы, чтобы вот этот наив не влиял. А почему в таком случае у нас он оказывается одной из самых долгоживущих, долгоиграющих идеологических пластинок? Ну, смотрите, на самом деле, возьмите президентские режимы в мире и посмотрите, там индексы демократии в мире. Вы увидите, что большинство президентских режимов так или иначе относятся к ней демократически. При всей условности всех этих индексов, подсчетов. Может быть, это не случайно. Я этого не исключаю совсем. Ну, про случайность демократии это отдельная большая проблема. Сами же теоретики демократии говорят, что демократия это утопия, которая... Не-не, понятно, что эти индексы демократии, они словно, непонятно, как они подсчитываются и так далее. Да не понятно, что такое монархический режим в 21 веке. Является ли Испания монархическим государством, например? Да, или Британия, или Саудовская Аравия. Не, ну Саудовская Аравия, я думаю, определенно является. А вот относительно конституционных монархий, да, это интересно. На самом деле, это тоже важный элемент всей этой системы, ну, в том числе и английской, и испанской, когда у вас есть центр легитимации власти, который не нуждается в подтверждении, но который вместе с тем и по факту, фактное существование ограничивает в том числе и власть, ну, условно, премьер-министра. Помните, как нервировала, там, не знаю, Франко, наличие короля в Италии? Он ничего с этим поделать не мог, он терпел. Но в том числе, его это очень раздражало. Но его это очень устраивало. Нет, 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 понимаете, что я делаю? Вот даже, смотри, там есть кинохроника итальянская, где вот выступает, не знаю, есть Франко, а по Муссолини, где выступает Муссолини, и рядом стоит монах, его затемняют, чтобы это на хронике не было видно, потому что сама Муссолини это безумно отражает. Франко, ты правы, это все пользовалось, но там-то проблема в том, что реально у короля-то не было, да, вот как такового. А тут все-таки он был как-то... Я все же хочу вернуться к теме такой коррупции монархии, но не в современном понимании фонда, каком это слово использует фонд борьбы против коррупции, а коррупция как такое постепенное, но неотвратимое ржа. Она портится изнутри, она сама себя и разъедает, не будучи способной постоянно приспосабливаться к изменениям. Вот вы говорите о том, что кадеты и другие, так сказать, представители передовых кругов России готовили себя на место первых лиц государства после того, как империя завершится, да. А Мрозанов в свое время написал очень известную фразу о том, что монархия слиняла за три дня. Россия слиняла за три дня, но он подразумевал монархическую Россию. Россию старого порядка, да. И было ожидание того, что вот-вот это закончится, и вот оно закончилось. Почему они не справились? То есть если бы была такая долгая подготовка, и известно было, что монархии придет конец, когда он ей пришел. Почему, собственно, за февралем последовал июль и октябрь? Ну, смотри, там много еще интересных моментов. Во-первых, все же я не стал бы напрямую говорить о том, что в феврале, в конце февраля 17-го года либералы пришли к власти. Во-первых, потому что то правительство, которое будет сформировано, оно будет сформировано на самом деле не либеральными партиями, а временно комитетом Государственной Думы, которое будет на самом деле значительно своей честной, отнюдь не либеральным, и там будут фигуры разные, и не случайно будет назначен премьер-министром не Милюков, а Львовцуб, но Милюков не предполагал, а он будет представителем Всероссийского Земского Союза. А Всероссийский Земский Союз имел уже тогда сложившиеся довольно-таки связи с социалистическими кругами, и, в общем, это назначение будет в этом смысле совершенно неудивительным. А плюс у нас еще есть фигура Александра Федоровича Керенского в правительстве. То есть, на самом деле, это правительство, оно не кадетское совсем. Это раз. Во-вторых... Не только кадетов подразумевали. Понимаю, в чем дело. Все же на тот момент лидеры либерального движения – безусловные кадеты. Октябристы уже с 2013 года рассыпались на части. Их нет. Остались отдельные фигуры, отдельные яркие личности для Александра Федоровича Крючкова, да, или, ну, он, скажем, годник будет включен в правительство. Но они, в общем, партии не представляются, они партийной силы никакой нет. У кадетов есть. Потом, конечно, есть либералы-центристы, и они будут присутствовать и во временном правительстве. Но на самом деле их партии – это, в общем, явление эфемерное. Там партия прогрессистов, это, в общем, сугубо диванная партия. Ну, в том смысле, что члены этой партии. Они могли, конечно, естественно, на большой один диван, но очень большой на диван. То есть, их численность довольно-таки ограничена партийной структурой в сущности. Ну, и очень важная вещь. Во-первых, временное правительство существовало, ну, практически, можно считать, там, 9 месяцев, даже поменьше. Но иногда некоторые студенты говорят, какой ужас, ничего не сделали эти министры во временном правительстве, продемонстрируя свою полную политическую импотенцию. А их спрашивают, а много вы успеваете за 9 месяцев сделать? Далеко не все, не всегда, и даже там с некоторыми элементарными заданиями студенты не справляются. А тут очень важная вещь. У нас, мы вот говорим временное правительство, а на самом деле у нас много временных правительств. У нас первый состав временных правительств закончится в мае, в конце, потом появится второй состав, потом третий, потом четвертый. То есть, на самом деле, каждый отдельный министр был, мог быть министром, там, 2 месяца, 3 месяца. И это, понятное дело, совершенно не срок для того, чтобы судить о том, справился ли он с вами обязанностей или нет. Наконец, в июне месяце, он же, к июне месяце, формируется уже правительство с участием социалистов. И они берут нам, на самом деле, вверх. То есть, уже с лета 17-го года, по большому счету, временное правительство, это правительство не либеральное, а социалистическое. Конечно, там тот был задавать меньшевики, меньшей степени СССР, но, проще говоря, на самом деле, не либерал. Это очень важно. То есть, ну, они будут участвовать, как представители, по большому счету, меньшинства, но их удельный вес и роль будет не столь велика. Не случайно, поэтому, уже в августе 17-го года, у среди кадетов начинает доминировая точка зрения о необходимости диктатуры. Еще до прихода власти большевиков. И это очень-очень характерно, что уже там же представители либеральной общественности выступают за введение жесткого авторитарного режима. Все на время, естественно, не навсегда, но тем не менее. Таким образом, что главное? Главное то, что, на самом деле, в 17-м году власть захватили определенные слова, определенные лозунги, которые были заявлены, заявлены в самые первые дни революции. И самая их логика развития, на самом деле, выталкивала представителей либеральной общественности на периферию. Демократия в том виде, в каком ее понимали, прежде всего, социалистические круги. А, соответственно, всеобщее избирательное право. А, соответственно, вся власть учредительному собранию. И все то, что, на самом деле, конечно, ставило представителей либеральной общественности в чрезвычайно уязвимое положение. Помните, сколько получили либералы на выборах учредительного собрания? Ну да, это здесь. При всей своей мобилизации. При том, что, на самом деле, удалось сделать очень много. И это не случайно, потому что, на самом деле, их удельный вес был велик в городах. И во многих городах они получат очень хороший процент, в том числе и в Москве. Но за пределами городов ничтожны малые удельные весы и значения. И это неудивительно. На самом деле, это было ровно то же самое, что было и на выборах в Думу. Просто избирательный закон был дорогой. Куда более для них благоприятнее. Тут они вынуждены объявляться вопреки своим интересам, вопреки той логике, которая на самом деле должна была быть для них естественной. И они этой логике не соответствуют. А вот левые соответствуют. И чем левее, тем больше степени соответствуют. В этом был изначально козырь и левых эсеров, и анахистов, и большевиков, естественно. То есть, заготовленные впрок, после того, как монархии придется потеснить технологии, не сработают. Они рассчитывали, что совсем все будет иначе, естественно. Они рассчитывали, что будет такой плавный транзит, что им там предоставят портфели министерские. Они будут постепенно входить в эту систему правлений. Ведь не случайно Милюков так настаивал на том, чтобы Михаил Александрович принял власть. Я не исключаю, что это могло быть совершенно иной сценарий реализации этих кризисных явлений. Ну, не факт, что этот кризис был бы менее острым, но, очевидно, он бы принял бы другие формы. Ну что ж, Кирилл, вы нарисовали удивительно широкое и красочное полотно, но мы сегодня неожиданно подтвердили латинскую формулу. Необходимость не знает закона. Спасибо. Спасибо.